Дорогие друзья, дорогие зрители, я Ари Рос Асуркан, глава проекта «Большая Евразия», и я вновь рад приветствовать вас на моём канале. В данной лекции вы увидите страницы совершенно неизвестной истории Древней Галии, нынешней Франции, которые, очевидно, заставят вас очень сильно задуматься и очень сильно повлияют на изменение вашего мировоззрения. А ведь расширение кругозора, изменение мышления из одномерного до многомерного и формирование адекватного мировоззрения и мировосприятия и есть основной задачей данных лекций. Друзья, просим вас подписываться на канал, ставить лайки, оставлять ваши комментарии, по возможности поддерживать нас донатами. Всё это поможет продвижению канала и распространению данной информации в сети. Итак, седьмая лекция называется «Сакральные загадки Галии, Франции». Народы европейских стран практически не знают свою как древнюю, так и не столь древнюю историю. Это связано с тем, что она была свальцифицирована с XIII по XVI век служителями Ватикана. В основном знания европейцев упираются в предел XV-XVI века и упираются они в саги, легенды и предания. Интересно, что они не знают или, вероятнее сказать, не хотят знать тех фактов, кто правил давней Европой и практически всей Евразией, какие это были цари, кто дал первую государственность Европе и так далее. Интересно, что все эти факты хорошо известны так называемой «западной элите». И именно эти знания с давних времен и породили в их сердцах и душах удивительную ненависть по отношению к законным покрови правителям мира. Это хорошо проявлялось в период практически всех войн, ну и особенно, конечно, в период Второй мировой войны и также в период нынешней Третьей мировой войны нового гибридного типа. Речь идет о том, против кого именно направил многовековой вектор движения на восток так называемого цивилизационного запада. Данная лекция о сакральной загадке Франции и Галии будет состоять из двух частей. В первой части, которая называется «Неизвестная страница истории Галии Франции», мы рассмотрим с вами следующие вопросы. Начнем мы с греко-францкой мифологии богоцарского рода. Далее мы остановимся на царстве Трои. После мы посмотрим, что такое представляло собой царство Франков и кто такие были первые цари русы Мирович и Мировинги. Также мы рассмотрим вопрос о роли и преступления Ватикана в свержении законной власти. Также мы с вами узнаем, кто же такие были галы, какие народы населяли эту землю и на каком языке они разговаривали. Также вы узнаете, откуда в Карпатах появились народности Бойки и Лемки. Далее мы рассмотрим крестовые походы против катаров, альбегойцев и вальденцев. Также мы узнаем, что такое представляли собой вандейский мятеж, адские колонны и откуда взялись ужасные катакомбы под Парижем. Вторая часть лекции называется «По следам евангельских сюжетов». Прослушав ее, вы убедитесь в том, что евангельские события не имеют никакого отношения к Ближнему Востоку, а происходили совершенно в других землях и в другое время. Какое — дослушайте до конца лекцию, и вы узнаете совершенно новую, свежую и удивительную для вас информацию. Очень убедительно вас прошу, дорогие зрители, посмотреть это видео до конца и, если понадобится, пересмотреть его несколько раз, поскольку сознание человека обладает определенной степенью инерционности, и информация заходит постепенно, как бы не сразу, вся воспринимается сознанием, особенно новая. Поэтому необходимо небольшое время для того, чтобы в голове разложилось все по полочкам и стало на свои места. С каждым просмотром данного видео ваше миропонимание будет становиться все яснее и четче. Итак, друзья, давайте для начала вспомним греко-францкую мифологию, на которой отчасти построена древняя история европейских народов, а именно появление богоцарского жреческо-воинского рода и его путь следования сквозь всю Евразию. Прежде всего, речь идет о том, что на Земле с давних времен существует богоцарский воинско-жреческий род, династия, которая, согласно древним преданиям, писаниям, легендам разных народов, начиная еще с времен шумеров, произошел отсоединение богов с земными девушками, образовывая так называемую расу гигантов. Как говорится в преданиях, это произошло потому, что боги прельстились красотой отчерей человеческих. Со временем гиганты стали все более походить на людей. Но в отличие от большинства представителей человечества, они содержали в себе особую кровь, особую сакральную генетику. Именно из их среды, своеобразного рода неистовых одержимых, приходили особые индивидуумы, которые обладали невероятной внутренней силой такого порядка, которое давало возможность вносить кардинальные изменения в окружающий мир в течение долгого времени. Именно поэтому в различных эпосах и преданиях народов мира представители этого рода стали называться героями. Как правило, они были мудрыми легендарными правителями, волхвами, жрецами, друидами, учеными, мыслителями, философами или непобедимыми воинами-богатырями. Можно сказать, что это единая богоцарская, жреческо-воинская династия, которая правила всем единым древним миром. В греческой мифологии гиганты, титаны, божества второго поколения, то есть это дети Урана, небо, и геи, Йорд, земли. В скандинавской и германской мифологии им соответствуют великаны Йотуны, считающиеся также и богами. Например, жена верховного бога Одина, Водина, которую звали Йорд, была женщина Йотуном, священная божественная земля, породившая Тора. В Иудейском Ветхом Завете это были исполины и нефелины. В Зарастрижме же это были асуры, которые тоже были богами, а дэвы — демонами. В ведической регведе понятие асур не несет отрицательного значения и не противопоставляется богам. Одних и те же божеств называют и дэвами, богами и асурами, поскольку в ведический период, то есть в древности, слово асур, ас-ур, означало «обладающий великой жизненной силой». В буддийских сочинениях асуров помещали также в мир богов. В связи с вышесказанным стоит отметить, что в давней ведической культуре скифославяно-арийской цивилизации существовала определенная иерархическая структура, которая учитывала индивидуальный уровень духовного и интеллектуального развития индивидуума. Так, уры — это были обладатели всех знаний, проявленные боги на земле. Асы — высокодуховные, наилучшие профессионалы, поэтому и материк ранее назывался асия. Асы были учениками уров. Чело — век. Это духовные индивидуумы с определенным целеполаганием. Людына — малодушная, плывущая по течению. И замыкает эту иерархию творына или животина — это бездушная, живущая исключительно на уровне низменных физиологических инстинктов. Итак, буквально все эпосы и предания выводят богоцарский род, образно говоря, из бездны, из кромешной тьмы, то есть из далеких земель. Тот же Уран пришел из пространства хаоса на землю, в Тартар, что соответствует Тартаре, а конкретнее Сибири. Один в Один пришел из Асгарда, который также находился за Уралом в Сибири, на слиянии рек Иритишайшей, Иртыш и Обе. Ведические Махабхарата и Ригведа также прямо указывают на то, что происхождение этих родов произошло именно на севере, именно в Сибири. Начиная с 19 века, всемирно известные историки, санскритологи, лингвисты, такие как немцы Франц Боб, Франц Кун, Йохан Сейс, Барроу, и их последователи уже в 20 веке, француз Антуан Мее, немец Герман Хирт, а также ректор Бостонского университета в 19 веке Уоррен и академик и мэр Парижа времен французской революции, в кавычках, Жан Сильвен Баи, в своих письмах к Вольтеру. Так вот, все эти ученые также писали об одном и том же, о том, что именно прародиной человечества являются северные широты Евразии, а именно Сибирь. ДНК-генеалогия также установила происхождение богоцарского рода несколько тысячелетий назад из Южной Сибири, Урала-Алтайского региона. Как мы уже упоминали, уры – это соединение небесного и земного, проявленные боги на земле, учителя асов. Их пребывание на просторах Урала сохранилось во многих местных топонимах и гидронимах, то есть в названиях, которые являются самой устойчивой словоформой. Так, на предурале в Сорочинской области около Оренбурга сохранилось поселение Уран, а также реки Малый Уран и Большой Уран, которые являются притоками реки Самара в бассейн Волги. Известно, что когда-то народность Ураны из этих уральских мест ушла в регион Башкирии. Очевидно, что все легенды и предания значительно сокращают время продвижения рода с Урала, словно говоря, через Малую Азию в Западную Европу и в Европу в целом, и сразу выводят этот род в места его нынешнего пребывания. В данной лекции мы будем более сосредоточены с вами на европейской части Евразии, поэтому сейчас не будем углубляться в детали продвижения рода 5-3 тысячи лет назад, в Индостан и так далее. Однако в этой связи важно отметить, что проведенные мною историко-генеалогические исследования в этом направлении показали просто удивительные и феноменальные результаты, которые служат нерушимым сакральным фундаментом для построения и развития единого, устремленного в будущее и позитивного для всей семьи народов глобального проекта Большая Евразия. Итак, Богоцарская династия переместилась с территорией Сибири и Алтая в район Понта, Черного моря. Некогда единая скифа-славяно-арийская общность заселяла всю Евразию от Дальнего Востока до Гренландии, Зеленой земли. При Черноморье они назывались Анты, в Крыму царские скифы, например. Согласно древнеисландской младшей Эдде, территория всей Малой Азии, Трои, а также Ближнего Востока, когда-то были одним из центров управления земли. Цитирую. Вблизи середины земли был построен град, снискавший великую славу. Он назывался тогда Троя. Примечание, что теперь страна турков. Этот град был много больше других и построен со всем искусством и пышностью, которые были тогда доступны. Там было 12 государств и был один верховный правитель. Да, здесь можно отметить, что протлеживается определенная аналогия среди мифических персонажей между Одином, Прометеем, Перуном, а также троянским царем Приамом. Сейчас это дальше с вами увидим. Так вот, попережье Понта и Черного моря была когда-то царством Трои, или точнее сказать, Тарусой или Тросией. Известно, что богоцарская династия здесь была представлена следующими царями. В детских документах Троя называлась земля Таруса или Таруша. Тевкрос был первым царем земли Тарусы, а его имя стало эпонимом племени Тевкросов, будущих троянцев. Царь Дардан построил великолепный град Дардан в современной Чанаккале в Турции, а территория около пролива Дарданеллы называлась Дарданией. Царь Трос или Трой, хотя на древнегреческом языке четко написано Трос, внук Дардана, который после наследования от отца назвал свое царство по имени Тросия, известному нам больше как Троя. Очевидно, что западная лженаука преднамеренно исказила имя Трос на Трой, соответственно, Тарусу и Тросию на Трою, чтобы явно не просматривалось общее для славянских народов древнее самоназвание, содержащее корень Рус или Рос, которое режет очень сильно несколько уже тысячелетий ухо всему западному цивилизационному миру, в кавычках. Согласно преданий, в табуне Троса было 12 коней, подаренных Северным Ветром Бореем. Скорее всего, это были дары, которые гиперборейцы преподносили в Дельфы. Позже на этих быстрых 12 конях Троса ездил его легендарный внук Эней. Приам правил около 40 лет и был шестым царем по счету Тарусы, Тросии, Трои. Согласно таким источникам, как хроники Фредегара XII века, книги истории Франков и хроники о происхождении герцогов Брабанта, после падения Трои, Тарусы, Тросии, расселение, переселение богоцарского рода выглядело следующим образом. Эней отплыл на запад и стал родоначальником царей Рима, которые еще долго, в течение всей эпохи XII таблиц, то есть еще до возникновения работорговли, сохраняли в целом троянские, трояно-пеласго-этрусские архетипы жизни и власти. Антенур двинулся на восток, в Крым и далее на север. Это были руси-кимерийцы или Кимвры. Вспомним, к примеру, город Кимвры на Волге, а также Кимерийский полуостров, который когда-то называлось современное Дание. То есть это царские скифа-сарматы и Венеды. Приамиды, то есть потомки царя Приама, пройдя Дунай и земли Панеонии, то есть современной Венгрии, и Словакии, далее пройдя через Моравию, чешские земли, дошли до Северного моря и оказались Фресландии и Рустрингии. Это нынешняя Бельгийская Фландрия, Нидерланды и Дания. Их называли франками, солическими и репуарскими. Также франк означает слово «свободные». О происхождении царских родов и строя рассказывает также младшая Эда скандинавская. Имя «приам» означает «первый», «лучший». Поэтому, как говорилось выше, мы можем его отождествлять с «одином» в «одином» или «эдином». Условно «приам» или «один» оказываются и строи на побережье Ютландии. Это современная Дания, которая тогда была центром Большой Руси. Как известно, тут богоцарский род делится еще на несколько ветвей. Основная часть рода скельдунги основывается в Ютландии или устаревший Кемерийский полуостров или в Агрия и соседних регионах Поруссии или Пруссии, где главным канунгом становится Рерир внук Одина или Пряма. Столицей инглингов стала старая Упсала, бывший Асгард-Свертьорский в Свете в современной Швеции. Тут стоит добавить, что Свете именно так называлась и писалась на всех древних картах самоназвание современной Швеции. Тождественно понятию Русия, Свете Русия, это понятие тождественное и понятие синонимы, поскольку понятие Рус на санскрите обозначает свет, именно поэтому Свете это и есть Русия, только Северная Русь. В Ельсунге ветви рода, более известные как Репуарские и Солические Франки, обосновалась на побережье Фризии и Бельгийской Фландрии. Это ветвь рода и начинает историю династии царей русов, мировичей или мировингов, правивших с конца пятого до середины восьмого века в Галлии, современной Франции. Историческая наука считается, что Троссия, Таруса или Троя погибла несколько ранее этого времени, однако исторические данные пока точно не установлены. В таком случае можно принять тезис о том, что Приам, Троссия, Таруса, Троя реально существовали в некотором правремени, которое стало первоначальным для возникновения франков. Линии и ветви династии мировичей и мировингов хорошо известны историкам. Так, от потомка Приама Франсиса или Франсуа произошел фарамон. В принципе, от Франсиса и прошло самоназвание Франки. Далее родословие монархов Третьих и Четвертых веков выглядит следующим образом. От Фарамонда произошел Дидон, от Дидона Клодио длинноволосый, от Клодио произошел Мировей, который правил с 447 по 458 года. Итак, друзья, рассмотрим теперь вопрос, чем же так примечательно время правления таинственных и загадочных царей русов мировичей и мировингов. Согласно францским хроникам Фредегара XII века по Либию и другим авторам, эти цари-русы были потомками троянских царей, а именно приамовой линии, приамиды. О мировичах часто упоминали в своих трудах писатели трагедии и рассказывали о них много чудес. Основываясь на хрониках и преданиях, авторы книги «Священная загадка» пишут, цитируем, их, мировичей и мировингов, часто называли царями-колдунами или чудотворцами, ибо они обладали чудесной силой исцелять только наложением рук, и кисти, свисающие по бокам их одеяний, обладали такими же целительными свойствами. У них был дар ясновидения экстрасенсорного общения с силами окружающей природы, с миром растений и животных. Легенды рассказывали, что на шее носили они магическое ожерелье. Мировинги прозорливые, обладают пророчеством и сообщают его. Известно, что в Галлии еще до времен правлей мировичей и вплоть до начала XIII века сохранялась древняя ведическая или языческая или раннеправославная культурная традиция, которая воспринималась и народцами, и наземцами, и римской епархии как нечто магическое и непостижимое. В преданиях, а также в записках Юлия Цезаря много говорилось о том, что в Галлии Франции с давних времен и вплоть до XIII века функционировали школы друидов – волхвов, жрецов, ведунов, которых обучение проводилось сроком до 20 лет. Раз в год в Галлии проводился сбор волхв-друидов со всех земель, мудрецами обсуждались все важные вопросы и принимались решения, которые были обязательны для выполнения на всей территории Галлии и также за ее пределами. Династическими родовыми символами мировищ и мировингов были знак цветок лилии, медведь и его вечная спутница пчела. Общепризнанное мнение заключается в том, что знаки цветов лилии появляются как символы королевской власти только во времена королингов и особенно во времена правления следующей династии капитингов. Однако это не совсем так. Тоже хронист Хинкмар указывал, что знаки лилии появились при мировингах как один из родовых символов наряду с пчелой и медведем. К тому же, согласно преданиям, Хлодвиг первый внук мировея, благодаря найденным цветкам лилии в реке Ли в притоке Шельды, которая находится во Фландрии, Бельгии, смог обнаружить брод и выиграть очень важное сражение. Правление мировингов сильно отличалось от всего, что знал тогдашний мир. При них не было смертной казни. Именно поэтому в средневековье, когда добродетель правителя измерялось количеством пролитой крови, их стали называть ленивыми царями. Во времена войн и междоусобиц, конечно же, не церемонились, но это совершенно другие случаи. В период правления внука мировея Хлодвига I с 481 по 511 года был издан свод законов «Солическая правда». Это свод обычаевого, то есть звучаевого права язычников, по которому жили и судились галы франки. Германский ученый XIX века Классен указывал, что во время правления мировингов использовался славянский алфавит и славянский язык, о схожести мироощущения и миропонимания времен франков, времен правления мировичей и русов до Раскольного периода, то есть до 1666 года, а также частично уже после него, писал в своих трудах Освальд Шпенглер. После посвящения православия царя Хлодвига I в 496 году византийский император Анастасий не только дарует ему царские инсигнии, но и императорский титул августа. Тем самым указывая на возможное будущее преемство владений мировингов, которое тогда называлось Австразия или Аустре-Асия, Другая Азия, а также Трое-Минор, Малая Трое. Здесь надо подчеркнуть, что было принято именно православие и даже не в том смысле, что Рима-католичество тогда еще не отделилось от всей полноты церкви, но в более глубинном. Так при мировингах крепости и замки назывались палаты, палатиум на латыни, а не костелум. В храмах служили греческую, а не латинскую литургию, а духовное окормление осуществляли ирландские монастыри, устав которых был именно восточно-православным, а не латинским. На этот факт обращает особое внимание английский медиевист, профессор Оксфордского университета Уэллс Хедрил в своей книге «Длинноволосые короли». В этой книге Уэллс Хедрил также указывает на то, что ирландские и франские церкви смотрели на фигуру монархов, то есть царей русов, мировичей, мировингов, как на такие, которые стояли гораздо выше благодаря своему происхождению, то есть своей сакральности, своей крови, чем епископат. Уже в конце своего управления в 8 веке последние из мировингов открыто поддерживаются ирландским духовенством через линию Святого Патрика, прямо связанного с восточно-православной Александрийской школой. Важно отметить, что в переводе с китайского языка «православие» означает «правильное восточное учение». Естественно, здесь речь идет не о современном христианском православии, невероятно искаженном и иудаизированном, а о православии, том древнем ведизме, в котором жила вся скифа славяно-арийская общность на территории Древней Евразии, Асии. То есть, это то православие, которое славило мир прави, мир богов. Теперь, друзья, поговорим о преступлении и роли Ватикана, а именно римской епархии в свержении законной власти. Ватикану нужно было менять такую ситуацию, которая их не устраивала, и нужно было свергнуть законную власть мировингов. Своего союзника Рим нашел в лице мощного клана мажор домов, управителей дворцового хозяйства мировичей. Это были не военачальники, не воины, а по сути представители третьего сословия, своего рода буржуазия. Торгаши менял и того времени, к тому же преимущественно не франкского, а римско-иудейского происхождения, которые, помимо управления дворцовым хозяйством, активно занимались скупкой окрестных земель. Устранение правящей династии мировичей мировингов сопровождалось беспощадным физическим уничтожением ее представителей. Напомним, что в 679 году Вардена был предательски убит копьем после охоты, спящий под дубом у ручья Дагоберт II, последний реально царствующий представитель династии мировингов, сумевший за несколько лет создать мощную по тем временам державу от Фризии, то есть от Северного моря до Пиренеев, до Средиземного. Одновременно были убиты его дети, а затем началась массовая резня мировингов, которых было немало, и узнать их было легко по длинным волосам. Погибли практически все мировичи мировинги, но уцелевшим из их рода был граф Руэрга Пулькольд, что расшифровывается как огнелед, который после того, как покинул Франкию, появился на Руси, уже вместе с Рюриком и был более известен в истории как Олег Вещий, ставшего по своему масштабу фигурой номер один того времени. Но, друзья, это как бы совершенно другая история, которая будет изложена в следующих лекциях. Так вот, согласно сохранившимся документам, цареубийство организовал мажор дом Дагоберта II иудеи Пипен Герестальский по согласованию с Ватиканом, а точнее с римской епархией. В результате пипениды узупировали престол и принудили папу римского внести изменения в символ веры, так называемые фолиоквы. При этом папа под страхом отлучения заповедовал вельможам и народу избирать себе королей только из этой освященной церковью фамилии королингов. С другой стороны Пипен за себя и за свое потомство дал клятву, заботиться о церкви и блести ее интересы. Также в результате этой договоренности Ватикан помог пипенидам в борьбе против Лангобарского царства, которое занималось север Италии. Это была славянская территория, Лугобарды или более известные Лангобарды это лужицы лугобардские, то есть это близкие к лужицким сербам люди. Итак, внук Пипена Герестальского Пипен Короткий уже в 751 году принимал кровавую корону из рук Папы Римского, основав вторую королинскую расу францких королей. Следующий пипенит, знаменитый сефардский иудей Карл Великий в кавычках, получал от Рима уже кровавую корону императорскую. Тем самым, с помощью Рима королинги совершили двойное преступление, узурпацию, как по отношению к законной францкой династии Мировича и Мировингов, которые владели императорскими инсигниями со времен Хлодвига, то есть с 496 года, так и по отношению к Византии. Такой глобальный подлог и обман Ватикана стал возможен только благодаря тому, что за год до убийства Дагоберта Второго появился важный документ, призывающий изменить ход всей истории Запада. Он назывался Дарственная Константина. И если уже сегодня всем историкам прекрасно известно, что это была фальшивка, грубо сфабрикованная папской канцелярией, то тогда этот документ имел весьма существенное значение и влияние. Этой дарственной, датированной предполагаемым годом обращения императора Константина в христианство, то есть 312 год, император якобы передавал в дар епископу римскому, а следовательно и церкви, всю полноту своих прав и свое достояние. То есть благодаря этой фальшивке Константин якобы признал главу римской церкви викарием христовым и отдал ему статус императора. Все вышесказанное поднимает вопрос, оживляющий те пласты истории и метаистории, которые непосредственно связаны с проблемой легитимности власти. Как правило, институты права в различных государствах, констатируя нелегитимность власти в том или ином государстве, указывает на некие вехи события, откуда и идет отчет такой нелегитимности. Например, для постсоветского пространства чаще всего указывают на 2014, 2004, года, связанные с событиями на Украине, 1991 год время развала Советского Союза или 1917 год Великой Еврейской Революции в России или 1666 год раскола или проведения Никоновской реформы. И все это вместе, друзья, действительно верно. Для Европы все еще гораздо проще. Как правило, речь идет исключительно только о времени так называемой Французской революции в кавычках 1789-1793 годов. Однако факты, изложенные выше, совершенно справедливо указывают на то, что всякая власть в Европе нелегитимна, начиная с VII века, то есть со времен убийства Дагаберта II в 679 году, с последующим незаконным воцарением Каролинской династии. Без всяких оковорок очевидно, что у истоков этой поистине великой и подлой узурпации стояла римокатолическая церковь, но если быть строгим, то римская епархия, которая по совершенно особым обстоятельствам не только благословила, но и возглавила эту узурпацию. Тем самым Ватикан превратился из царства не от мира сего в глобальную псевдомонархическую структуру военного типа с конкретными военными подразделениями, разведкой, контрразведкой и так далее. В результате мы с вами должны понять, что не XI век стал тем временем, когда церковь разделилась на католичество и православие, когда разрыв стал окончательным, а именно VII век, вот время отпадения Запада, вот для чего надо было уничтожить ведическую древнеправославную династию франко-русов, мировичей, мировингов и заменить ее поставляемыми из Рима королями. Важно отметить, что изначально в давние времена, когда существовал единый язык для всех народов, слово руа означало царь. Это тот, кому безусловно служат все рода человеческие, признавая божественное начало царского рода. Сам царь в ответе за народы исключительно только перед пространством небесным, перед Творцом. Слово король уже более позднее, появившееся лишь в эпоху правления Карла в кавычках великого и производится от имени Карл. Но проявляются его искрытые смыслы, поскольку по-славянски король означает краль, особенно по-польски, что означает в свою очередь вор. И это полностью характеризует ту ситуацию, которая сложилась в то время. Также важно отметить, что во времена своего правления каролинги наделяли иудеев Галлии всеми возможными правами и свободами, позволяя их жить по своим законам. Именно поэтому свержение каролингов с помощью третьей расы францких королей династии Капитингов воспринимаются многими исследователями исключительно как анти-иудейский переворот. Итак, друзья, давайте далее рассмотрим вопрос о том, что же собой представляли народы Галлии франки того времени и на каком языке говорили Галы. Древним географам и историкам хорошо известно, что эта территория была с давних времен заселена скифами, то есть славянами, на протяжении довольно-таки длительного времени. Согласно сохранившимся описаниям древних авторов, а также сохранившимся картам, большая скифия занимала практически две трети всей территории Большой Евразии и простиралась от Атлантического до Тихого океана на сервере от Севера Ледовитого, который тогда назывался Скифским океаном, до южных границ, которая проходила по своеобразной линии, отделяющей большую скифию от юга, которая проходила по территории Ирана, Индостана и так далее. Теперь давайте, друзья, посмотрим, о чем же таки действительно писали эти древние историки. Так, историк и географ первого века нашей эры Страбон писал о том, что старинные греческие историки называли всесеверные народности общим именем скифов или кельто-скифов. В книге «История скифов» французский историк 17 века Симон Пулетье пишет, «Кельта всегда понимали под именем скифов. Обыча, общая для всех кельтских народов являются остатками образов жизни и обычаев скифов». Голландский историк 17 века Матеус Смолегард в «Новых хрониках Зеланда» и германские ученые 19 века Классен писали о том, что греко-римские историки специально для путаницы исказили это название и стали называть западных скифов для тех же славян кельтами или галлами. Относительно описания галлов Дионий Кассит, Тацит и Юлий Цезарь утверждали, что они были высокими, белокожими, светлоглазыми и светловолосыми. Практически то же самое Тацит, Диодор Сицилийский, Юлий Цезарь писали и о скифах. Галы и кельты один народ утверждали Жан-Луи Бруно и Полибий. Древнеримские истории первого века до нашей эры автор всемирной истории Помпей Трог писала о скифах следующее. Цитирую. Золото и серебро скифы настолько же презирают, насколько их остальные смертные домогаются. Эта неприхотливость и порождает чистоту их нравов, ибо ничего чужого они не желают, ведь страсть к богатству родится там, где им не умеют управлять. О, если бы у других смертных была такая же умеренность, такая же нестяжательность, как у скифов, воистину тогда бы не было в течение многих веков стольких войн по всей земле, и не погибло бы больше людей от меча и огня, чем от естественной смерти. И по мнению западных лжеученых, это все было написано о варварах. Стоит отметить, что в мировоззренческой картине потомков всех скифа-славян, то есть русов, рутенов, галлов, кельтов, готов, германцев, доблесть ценилась превыше богатства и материальных благ. Из всего вышесказанного становится очевидным, что понятия рус, славянин, франк, гал, гот и кельт являются этнонимами-синонимами, и что все они были потомками западных скифов. Историк 16 века Яков Демайер в 10 томе «Хроник Филандрии», изданной в 1531 году, писал, что еще со времен Юлия Цезаря и до 8-9 веков русы, рутены, занимали весь север Галии. Также русы-рутены уже во время Юлия Цезаря владели всей Фландрией, современная часть Бельгии, и побережье севера Галии, Франции, и Фландрии называлось «берегом русов», на латыни «русиус литус». Об этом также сказано в одном из трудов голландского историка 17 века Маркуса Фейнгарха. В гаутских хрониках 15 века также говорится о том, что земли Голландии, которые соприкасаются с землями Бельгии, до 7-8 веков назывались Словения или Словония. Их столицей был Славенборг, современный Роттердам, а другим крупным городом также был Вильтенбюрг, современный город Утрехт. Эти же средневековые голландские хроники 15 века указывают на такой факт, что славяне-русы переселились в устье реки Маас к своим соплеменникам-славянам с территории Альбиона, Британии. То есть это подтверждает то, что скифы и также их потомки Рутены-русы также заселяли и территорию Альбиона или Британии. Также в этих хрониках указано, что город Славенборг, современный Роттердам, был обоснован еще в 1900 году до нашей эры. Также, друзья, прибрежная область Голландии и Бельгии Фризия, Фризия, Фрисландия ранее называлась Фруссия, что созвучно с Пруссия, поскольку любому лингвисту известно, что буквы Ф и П взаимозаменяемые. И до сегодняшнего дня язык Фризов называется Фрусский. Рустрингия является областью Фризии, той же Фрисландии, Фруссии, где, согласно германского историка Голлмана, правили Рюриковичи. В книге «Историко-критические исследования о русах и славенах» всемирно известный ученый-историк XIX века Морошкин писал, что кроме Руси славянской на Балтийском море была Русь славяно-тефтонская на Северном Немецком море и называлась она Рутене или Русия. Она начиналась у устья Лабы, современная Эльба, и простиралась через Призию, Пруссию, Пруссию, Ботавию, Голландию и Фландрию, Бельгию, до устья Сены или Луары во Франции. То есть это в очередной раз подтверждает тот факт, что та давняя Русь простиралась до побережья Атлантического океана. Как в центральной, так и в северо-западной части Галии Франции также проживали славянские племена Венедов. Это отображено на картах времен Цезаря, где указано, что тут же Британь и соседние земли заселяли Венеды или Венды. Также на Атлантическом побережье, как видно на карте, проживали племена пиктов. Это тоже славянские племена, переселившиеся впоследствии, в том числе и на Туманный Альбион, а конкретнее Шотландию. Это те самые пикты из Шотландии, то есть те же русо-славяны, потомки скифов. Лютеция, ранее именно так называлась столица Франции и Париж, древнейший скифо-славянский город в Западной Европе. Это родовой город лютичей и столица Древней Галлии. Этот город упоминается Юлием Цезарем в его записках о Галльской войне в связи с подавлением римлянами восстания Верцангета-Рига в 52-51 годах до нашей эры. На древнерусском языке слово лютеция произносилось как лютесия. Реку, протекающую через лютесию и имеющую светло-желтоватый цвет, русы называли Сенная современная сена. Главным притоком реки Сенная является река Обь, а одним из притоков Сенной также является река с громкоговорящим именем Матрона Современная река Марна. Здесь мы тоже видим, как были искажены эти самоназвания, потому что тогда было бы совершенно легко определить, кто именно давал название этим топонимам и гидронимам. То есть это для вас наглядный пример затирания истории с западными лжеучеными. После завоевания в 16 веке нашей эры Галии Римом и создания из нее отдельной провинции Лютесия постепенно превращается в крупный торговый центр. В город Вереницей потянулись иудеогалоримские купцы, те же торгаши именялы, которые занимались торгашистом и скубкой земель. Название современной Франции, по мнению многих французских ученых, происходит от имени героя Троянской войны Париса, сына Приама. Скорее всего, так оно и есть, поскольку в северной Франции, на землях Венедов находится мыс Тембелен, который до сих пор так и называется Том де Гелен, то есть гробница Елены, Елены Троянской, образ которой в средневековых романах порою сливался с образом Марии Магдалины. Ну и также во Франции в центральной есть древний город Труа. Если мы посмотрим на его транскрипцию, то, читая ее по-русски, совершенно понятно, что это Троя. Историк шестого века Иордан в римской истории писал о том, что вождь Вестготов Одуакр, который изгнал римлян и стал могильщиком Римской империи, был Ругом, что тождествену этнониму Рутен-Рус. К слову, киевскую княгиню Ольгу некоторые авторы также называли княгиней Ругов. Руги — это одно из самоназваний русов-рутенов, которое использовалось в центре Западной Европы. Они проживали также на территории и Швейцарии, и на севере Европы, непосредственно в Германии. Давайте, к примеру, вспомним фамилию президента Швейцарии Самаруга. Довольно-таки говорящая фамилия о ее происхождении и о ее предках. Лангедок-Русильон — историческая провинция в Южной Франции между Пиренеями и Средиземным морем, чуть севернее Барселоны. Еще она также называется Северной Каталонией. Название Русильон происходит от названия столицы этого региона Русскино или Русцино. Известно, что изначально этот древний кельто-скифский город, город-крепость, назывался Русино, и основан он был приблизительно в 600 году до нашей эры. Ее руины сохранились под названием Шато-де-Русильон возле устья реки Тет. Согласно записок Юлия Цезаря, именно на этой территории проживали Руси, Рутены, Русы. Их крупными городами были Тулуза, Монпелье, Марсель, Родос. Древний Родос это современная столица провинции Руэрг, департамента Аверон. Здесь, к слову, находится более 800 дольменов скифских захоронений возрастом около 5000 лет до нашей эры. И этот факт четко говорит о том, что территория юга Древней Франции, а также и севера Испании, были древним центром расселения рутенов русов, тех же скифославян. Также стоит отметить, что самоназвание Кат-Алония, Гот-Алания, произошло от самоназвания племен, которые там проживали, Готы и Аланы, то есть те же скифославяне. Барселона. Бар можно прочитать так же и как Вар, Сель, Она, что означает варвары или те же скифы, сель здесь, селились здесь. По аналогии город Марсель можно расшифровывать как Мара, сель, то есть или море здесь, а он действительно находится на побережье, или Мара в плане Мария Магдалина здесь. Известно, что она бывала в тех местах. Также аналогичное название мы находим в столице Бельгии город Брюссель. Известно, что издревле эти земли населяли племена русов-рутенов, которые имели самоназвание Борусы. Вот и получается Боруссель. Борусы селились здесь. И вот на самоназвание Брюссель, оно ранее писалось также и на латыни с двумя буквами С, но ради искажения истории, затирания памяти, сейчас используется в писании, вместо двух букв С пишут букву Х латинскую. И также стоит отметить интересный факт, что, коль Барселона можно читать, как и Варселона, то баски при другом прочтении являются теми же васьками, то есть русами, скифославянами. Идем далее, друзья. Итак, что же собой представлял язык Галии в Франции в те времена? Германский ученый Классен и английский медиевист Оксфордский профессор Уоллес Хедрилл писали о том, что при Мировичах народы Галии во время общения использовали язык славянский, близкий к старорусскому. Стоит отметить, что немец Классен также занимался исследованиями в том числе Трояна-Пеласга этруской культуры. Он без труда расшифровал этрускую надгробную надпись, сделанную чертами и резами на камне в честь троянского царя Энея, основателя Рима, о котором уже намного позже писал латинскую поэму Вергилий. Этот надгробный камень был найден близ города Кречо в Северной Италии в 1846 году. Вот что там написано. «Райский всех Божием, выше Вима и Дима, Езмень, ты России, возьми в опеку мой дом и детей, наилучший измень, гекаты царства далече, до дому земли выезжаю, точно, эй-эй, так есть, как я, Эней, царь родом, сидя в дом в Елисея, лето черпнешь и забудешь, о, дорогой, хороший». Классен обнаружил поразительное сходство надписи не столько с церковно-славянским, сколько со старорумским языком, который использовался еще в 17-18 веках. Во времена гальских войн в своих отчетах Юлий Цезарь в Рим писал, «Галы и кельты общаются между собой одним языком, без посредников, а арверни, одной из народностей Галии, говорили одним языком с рутени и другими народами соседними. Все соседствующие народы с Хельвети, рутены, арверни, коронетти и другие использовали для писания один алфавит». Правда, в Цезарь в своих записках указывал на то, что использовались для писания буквы греческие, но, скорее всего, он перепутал их с внешне похожей старославянской письменностью, условно, кириллицей, поскольку тут же утверждал, что все они общались между собой на одном языке. Действительно, греческие буквы использовали исключительно в регионе Северной Италии. Самоназвание швейцарцев Хельветы произошло тоже от слова Гал, Гельветы. Рагузский епископ Маура Арбини в своей книге «Славянское царство», изданной в 1601 году, писал, «Кириллицу употребляли во всей Западной Европе, в том числе и принцессы Норецкие, которые в Вене славянским языком глаголили, говорили и писали». Если подойти к вопросу происхождения слова Гал с точки зрения этимологии, то самоназвание Гал в переводе с среднеирландского или кельтского означает «слава». От этого произошло английское слово «кол» «звать» или «славить». Сопоставляя с латинским словом «галус», почему-то считают, что «гал» это и есть петух, хотя «галы» не владели латиницей. В словаре Фасмера указано, что латинское «галус» «петух» является родственным русскому слову «голос», что в принципе очевидно. В старославянских словарях, например, у Даля написано, что «голосовик» это птица с хорошим громким голосом, голосистая, то есть латинский петух, родственный славянскому слову «голос». И получается интересный ряд «голос», «галус», «петух» тот же «голос» и «слава». В дополнение также вспомним такие однокоренные слова, как «гологолить», «нагал», «голосить». Выходит, что люди глаголющие, галоголющие, говорящие, люди славы, это и есть галы, то есть те же славяне, поскольку они являются людьми единого языка, единого мировоззрения и составляют единое этническое поле. Безусловно, что слово «гал» является калькой другого слова «славянин». Со временем базовый и общий для народов Галии старославянский язык постепенно под натиском Ватикана был искалечен латиницей, после разбавлен идишем, в результате чего появился так называемый старофранцузский язык. Западные лжеученые навязывают всему миру первородство латинского языка, хотя прекрасно известно, что латынь была изобретена Ватиканом специально для дальнейшего переписывания и переделывания истории, а также для переделывания перекручивания фонетики других языков. С другой стороны, некоторые французские исследователи, в частности знаменитый аббат Эспаньоль, вообще не считали латынь основой французского языка. Широко использовавший его наследие Шампорке, наотмашь отрицал мнимые с его точки зрения латинские корни всей французской культуры, ибо латынь, по его мнению, есть дерзкий синтез зачаточных языков Асии, своего рода занавес, опущенный перед мировой сценой путем подлога фонетики. Такой же точки зрения придерживается и французское языковедение проза прошлого столетия, у истоков которого стоял загадочный Фулканелли, известный также как замечательный лингвист, а также его учик Эжен Канселье. Исследуя парижское арго, сленг, или просто речи, или жаргон, с его древнейшими корнями, Фулканелли указывает на его готическую природу, прямо называя этот язык соединением пелазского и троянского, то есть именно старославянского. Стоит вспомнить такой факт, что при посещении Франции Петру Первому показали хранившееся в Реймсе Евангелие, на котором принимали присягу французские монархи вплоть до XVI века, и язык которого никто не понимал. Оказалось, что Реймское Евангелие спокойно считается по-славянски, поскольку было написано глаголицей. Уничтожено это Евангелие было во времена революции 1789 года. В целом, как упоминалось ранее, в Галлии проживали потомки скифов, то есть тех же славяно-русов. Соответственно, Галлию, Франкию, начиная с времен до Юлия Цезаря и царей русов Мировича и Мировингов, можно с уверенностью называть Западной Русью или Западной Рутенией. Интересный факт, что в Карпатах у русо-рутенской народности Лемки в речи сохранилось до сих пор древнее произношение во время оплакивания мужа вдовой. Ой-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле лямыся вустаны, что в переводе означает «Боже, Боже, зачем ты меня оставил?» А это не что иное, как последние слова Христа, которые записаны и не переведены. Вернее, записана изначальная фраза «Эллои-эллои лавехта астаны», а после дан перевод «Боже, Боже, зачем ты меня оставил?» Возникает вопрос, а с какого языка идет перевод? Фраза «Ой-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле лямыся в остане» звучит абсолютно четко и понятно для любого славянина, причем она точно так же звучит и по-болгарски. И, посмотрев на карту Галии времен гальских войн Юлия Цезаря, мы без труда находим как Лемков, так и их соседей боев, которые также проживают поблизости с ними в Карпатах. Они, так же, как и другие русы-рутены, спасались от беспощадного меча Ватикана и вынуждены были мигрировать через север Италии и юг Германии, через Чехию и Польшу до мест сегодняшнего пребывания в Карпатах. Так, друзья, следующий вопрос. Крестовые походы против альбигойцев, катаров и вальденцев. Кто это такие и где это происходило? Появление катаров в средневековой Европе связано с распространением учения богумилов. В энциклопедии Броггауза и Эфрона XIX века сказано, цитирую, что богумилы – духовное направление с X века на славянских землях, на Руси, на Балканах, во Франции, на юге и севере Италии. Центр богумилов находился в Болгарии и Боснии-Герцоговине. Богумилы отрицали так навязываемое католической церковью через христианство иудейское мировоззрение, иудейскую искаженную ветхозаветную историю, считая ее украденной у другого народа и просто переписанную на свой лад. Богумилы считали, что сатанаилом через Моисея был дан дурной закон, и подобно гностикам считали ветхозаветного бога злым существом. Они порицали и отрицали все ветхозаветное. Также они отвергали и новозаветную церковь со всеми ее таинствами и обрядами. Они считали литургию многословием и признавали только молитву. В Боснии-Герцоговине верховный Богумил носил название «Дед». Они жили в Аскезе, отрицая мясо, вино и брак. Среди богумилов было деление на простых и совершенных, которых было немного. Источником вероучений богумилов был Евангелие апостол с апокалипсисом. Это учение существовало до XVII века, постепенно растворившись в православии и католицизме. По своей сути, богумильство очень многое переняло от ведизма славян. Богумилы, как и скифославяне-язычники, исповедовали космогонию, ведизм или изначальное раннее православие, и не признавали институт церкви. Они считали, что не может быть посредником между человеком и богом. Бог род и есть отец, а отца почитают, уважают и общаются с ним напрямую. Волхвы, жрецы-друиды являются только учителями, просветителями-наставниками, а не посредниками. В ведизме для свершения всех таинств наши предки использовали священные рощи, вещие леса, а не храмы. Богумилы знали о реинкарнации душ и перевоплощения. Основываясь на знании родов и предков, богумилы довольно-таки длительный период успешно защищались от насильственно навязываемых католических догм. Богумилы и катары были широко распространены во Фландрии, современной Бельгии, а также по всему течению Рейна и особенно около Кёльна. В результате мощной католической экспансии в упомянутых областях богумилов, рутенов, русов не поддержала местная элита, и поэтому они должны были там уйти в подполье. Однако, начиная с X века, богумильство было широко распространено не только в народной среде, но и также среди аристократии в Боснии и Герцоговине, где богумильство было основой государственной духовной жизни с XIII по XV века. Рим, как огня, боялся все эти мировоззренческие концепции и полностью сжег все труды и уничтожил следы богумилов, катар и альбегойцев. Альбегойцы — это средневековая ветвь катар, развивающаяся на юге Франции в департаменте Лонгедок-Русильон в XII-XIII веках. Своё название они получили от места своего распространения города Альба, хотя центром альбегойцев являлся город Тулуза. В ходе 20-летнего альбегойского кровавого крестового похода с 1209 по 1229 года Ватиканом было уничтожено катаров-альбегойцев, русов-рутенов — более 1 миллиона человек. В битве с папскими легатами также пал царь Арагона, княжества на севере Испании. С целью переформатирования сознания у выживших людей Ватиканом в 1216 году был создан Орден Доминиканцев, занимавшийся проповедованием. Доминиканцы с помощью своих проповедей должны были насаждать люду ватиканские ценности, чтобы остановить распространение ведической ереси среди народа. Также для этого после окончания альбегойского похода была создана Святая Инквизиция. Ее основной задачей было уничтожение всех оставшихся в народе еретиков, всех тех, кто осмеливался мыслить в разрез с католическими догматами. Движение вальденцев в средневековой Европе было схожим с учением альбегойцев, хотя их не следует отождествлять. Вальденцы также находились в жесткой оппозиции к католичеству, к Ватикану, и против них Папа Римский также организовывал христовые походы, а после и Святую Инквизицию. Это движение сохранилось до наших дней в Северной Италии, Германии, Франции, а также в Аргентине и Уругвая. Альбегойцы-катары, потомки скифа-славян, обладали общими духовными основами, идентичными духовному миру скифа-славян и их миропониманию. Именно поэтому они, как хранители тайных знаний предков, практически полностью были уничтожены, но не совсем. Стоит добавить, что во времена рассвета движения альбегойцев-катаров появилось и активно развивалось уличное движение артистов, таких как трубадуры, жонглёры и менестрели. Все они активно участвовали в социальной, политической и религиозной жизни общества того времени. Трубадуры — это средневековые поэты-музыканты, инструменталисты и певцы. Появились на юге Франции, в Провансе, в Окситании, так называемой долине магов, в XI веке. Они писали стихи и музыку к ним, а их неизменные спутники-слугу-менестрели пели песни своего господина. Рассвет их творчества пришёлся на XII-начало XIII веков. Их творчество вдохновляло Данте, Петрарку и других классиков. Жонглёры — это странствующие сказители, комедианты и музыканты эпохи раннего средневековья во Франции. На Восточной Руси собратьями жонглёров были скоморохи, а собратьями трубадуров и менестрелей были странствующие с гуслями старцы, хранившие и оберегавшие народную мудрость. Следующий вопрос. Что собой представлял вандейский мятеж? Что такое адские колонны и откуда взялись миллионы черепов под Парижем? Как было уже сказано ранее, вся северная часть Британии и северо-западная часть Британии была заселена Венедами, русами, и называлась Вандея. Этот регион держался обособленно, поскольку жил по своим законам и сохранял ведизм, изначальное православие. Это не устраивало католиков и их друзей в лице иудея венецианской римской буржуазии, ростовщиков, торгашей и менял. Великая французская революция, в кавычках, была задумана и совершена именно для запуска стирания аристократических сословий и замены их на другие сословия, банковско-финансовые, представленные прежде всего деятелями еврейской национальности. Ибо по-другому у них не получалось стать хозяевами большей части мира. Кое-где монархии сохранились, но давно взяты под контроль, а возможно даже заняты воаристокраченными еврейскими выскочками. Естественно, что раньше они этого сделать просто не могли, по весьма понятным причинам. Если население не покоряется, то его нужно уничтожить. Именно под таким девизом, сразу же по окончании так называемой французской революции, двинулись на Вандею, Британь и Нормандию адские колонны сплоченных одной идеи иудея-католиков. Адские колонны представляли собой возглавляемые местным генералитетом 12 действительно широких, огромных колонн, которые просто шли на эти земли и уничтожали всё, вырезая и выжигая всё, что встречается на их пути. Женщин, стариков, детей, поселения, урожай, в общем, всё, что только было. Подобной жестокости мир абсолютно не знал. В результате, в период с 1893 по 1895 год, всего лишь за два года, вандейское сопротивление было подавлено. Всего уничтожено более 1 миллиона простого белого населения венедов русов. Уцелевшие венеды русы вынуждены были двигаться на восток, по побережью Франции, через славянские земли Голландии, через славянские земли Германии, аж до Пруссии. Впоследствии вандейский мятеж, сопротивление, стал примером для белого движения в России. Так вот, всем прекрасно известны парижские жуткие катакомбы, которые представляют собой многокилометровые лабиринты и подземные туннели. С конца 18 века в эти туннели были свезены, в первую очередь из Вандеи, Британии и Нормандии, останки миллионов человек. И прямо под Парижем было создано огромное кладбище площадью 11 тысяч квадратных метров. Сначала это были просто останки, сваленные в кучу, но в начале 1800-х годов инженер и масон Эрикар де Тюри придумал этакое развлечение черепа и кости, выкладывать в виде узоров, аккуратных рядов и крестов. Первых европейских туристов эти замечательные катакомбы-музей стали принимать в 1809 году. Незадолго до открытия де Тюри заявил прессе, что данному памятнику следует уделять особое внимание, поскольку он является ярким символом прекрасной французской революции. Подводя итоги первой части лекции, отметим, что, во-первых, всем древним миром правило практически единое, жреческо-воинское, скифо-славяно-арийская династия. Она существует и по сегодняшний день, но об этом, друзья, мы поговорим уже в следующих лекциях. Второе. Понятия русы и франки, галы и кельты, готы и аланы являются этнонимами-синонимами слову «славянин». Дело в том, что с точки зрения этнологии и русы-рутены, равно как и франки, и кельты, и готы, и аланы, принадлежали к одному север-скифо-славяно-арийскому этносу, сегодня именуемому Венеды. Третье. Исходя из того, что Галлию, Франкию времен Юлия Цезаря и царей русов Мирович и Мировингов заселяли народы-потомки скифо-славян, русы-рутены и Венеды, говорящие между собой на одном старославянском языке, то ее земли с уверенностью можно называть Западной Русью. Четвертое. Ватикан, римская епархия, в связке с иудеями-пепенидами путем подлогов, сговоров и кровавых преступлений свергла законную по праву крови власть царей русов Мирович и Мировингов, получив главенствующую церковную роль и далее с помощью спецопераций, крестовых покодов и инквизиции уничтожила миллионы инакомыслящих западных славян русов, рутенов, Венедов с ведическим мировоззрением на территории Западной Руси, современной Западной Европы. Они продолжают свои кровавые преступления и по сегодняшний день, поддерживая дальнейшее так называемое движение на восток. Пятое. Всякая власть в Европе нелегитимна, начиная с 7 века, то есть убийство Мировинга-Руса Дагоберта II в 679 году с последующим незаконным захватом власти сефардами-каролингами. Шестое. Скифа-славянская Галлия или Западная Русь-Рутения существовала по всей Западной Европе несколько тысяч лет и, естественно, сохранилась вплоть до окончания Средних веков. Следы островки памяти о той единой великой державе сохранились до сих пор в современной топонимике и гидронимике, которые являются самыми устойчивыми словоформами. Также информация об этих событиях сохранилась в некоторых западных средневековых источниках. Западные лжеученые, в том числе и современные, продолжают работать в порочных кругах цитирования, которые заложили иезуиты Ватикана с 15-16 веков путем переписывания, переделывания, перекручивания историй. С помощью искусственной латыни Ватикан в связке с их вечными подельниками и друзьями и иудеями с их идишем искалечили множество славянских наречий, создав множество ненужных европейских языковного делов. Любое разделение, особенно языковое, значительно упрощает стадом или биомассой. Надеемся, друзья, что теперь вы стали гораздо лучше понимать, что Западная Европа полностью построена под дудочку вечной парочки иудея-католиков на костях миллионов беспощадно уничтоженных русов, рутенов, славян. Более того, и на данный момент они в порывах своей ненависти и презрения не остановятся, пока до конца не уничтожат все славянские рода. Итак, уважаемые зрители, вторая часть нашей лекции, которая называется «По следам евангельских сюжетов». Ну, во-первых, нет ни единого достаточного или реального подтверждения того, что земли Израиля, Палестины, Сирии, Иордании и Ливана имеют отношение к ветхозаветным или новозаветным событиям. Вплоть до XIX века практически никто из христиан, а тем более из среды ученых, не проявлял существенного интереса к этим территориям. Ученые со всего мира – израильские, американские, британские, французские, российские, германские и другие международные археологи – сталкиваются с огромной проблемой на этой территории, а именно с отсутствием существенных артефактов. И очень часто найденная группа черепков или камней произвольно пытаются соотносить с какими-то старинными городами и событиями. Из-за подобных подлогов историко-археологических уже было осуждено несколько израильских археологов. Не получается у ученых адекватно привязать определенную местность к библейским событиям ни в Иерусалиме, ни тем более на больших территориях. Как в XIX веке, так и сегодня нет понимания того, где находятся Содом и Гомора, Голгофа, Храм Соломона, Земля Гергесинская, Кафарнаум, Гадара и так далее. К примеру, у всех без исключения арабских авторов Иерусалим называется Аль-Кудз, и ни о каком Иерусалиме им неизвестно. Священным городом Аль-Кудз является только потому, что из него совершил свое ночное восхождение на небо пророк Мухаммед. Таджицко-персидский поэт, писатель и философ Насир Хусрав, который путешествовал по Востоку в XI веке, говорит о том, что в Иерусалим идут те, кто не смог совершить паломничество в Мекку. Ни один из арабских источников не указывает на то, что именно там был распят Иса, а только упоминают о том, что там находятся могилы пророков Джабриила, Моисея и так далее. Мусульманский автор Аль-Харири пишет, что касается мест паломничества христиан, то самым важным из них является церковь отбросов. У христиан там расположена гробница, которую они называют гробница воскресения – Кияма, потому что они считают, что на этом месте произошло воскресение Мессии – Исы. На самом деле это было место отбросов, где выбрасывали мусор со всей округи. И ничего уничижительного в этом названии нет, кроме как привязки к названию местности. Речь идет о том храме, который сегодня носит имя храма Господня. У арабских авторов, в том числе у Насира Хасрова, которые в то время с почтением относились к христианам и их святыням, ничего вообще не сказано о том, что там было воскрешение Исы, а лишь говорится о том, что место это почитаемое. Библейские и евангельские события, несмотря на многовековые и многочисленные исправления и переписывания, не оспариваются ни самой церковью, ни особо учеными. Именно Евангелие является для каждого христианина источником описания исторических событий раннего христианства и жития Христа. Важно отметить, что самые ранние Евангелия были написаны на древнегреческом и старославянском языках, и на глаголице. Позже с древнегреческого были сделаны переводы на латынь, так называемой католической Библией вульгаты. Сравнивая тексты Евангелии с современными знаниями о тех событиях, можно обратить внимание на множество нестыковок. Скажем наперед, что описанные в Евангелии события происходили не в то время и не в том месте, и не на тех землях. В связи с этим стоит сказать, что даже в папской канцелярии в Ватикане датировка от Рождества Христова появилась лишь в конце XII-XIII веков. То есть в то время не было вообще никаких общевременных привязок и, соответственно, не было единой хронологии. Итак, рассмотрим сюжет из Евангелия от Луки, в котором сказано, что, идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, то встретило его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас, одного взгляда на карту древнего Израиля времен царя Ирода достаточно, чтобы понять, что невозможно пройти между этими землями и попасть в Иерусалим, поскольку это строго перпендикулярное направление. Также известно, что в 25 году н.э. Самария официально была переименована в Севастию, которая остается и до сих пор. Все это говорит лишь о том, что в Евангелии от Луки речь идет не о Ближнем Востоке и не о том времени. Тогда о каких же землях идет повествование? Если взять карты средневековой Европы 11-12 веков, то мы без труда находим эти земли на севере Франции, которая вплоть до 16 века называлась Галией. Ранее Галия включала в себя также и земли современной Франции, часть Германии, Швейцарии, огромную часть Италии и Испании. Так вот, современный город Амьен стоит на реке Сома, которая в древности называлась Самара, а город назывался тогда Самара-Бреги или Самара-Брива, мост через Самару. Это и есть та древняя Самария, которая граничит с Галией. И если пройти по карте между этой Самарией и Галией, то тогда мы прямо попадаем в Париж. Теперь вспомним Кану Галилейскую, где было сотворено первое чудо, превращено в воду в вино. И до сих пор, до сегодняшнего времени, ученые так и не знают, каким городом считать Кану. В Евангелии от Иоанна сказано, Филипп, житель Вевсиады, найдя Нафанаил, рассказывал ему о Христе. Нафанаил был из Каны Галилейской. Очевидно, что Каны Галилейские и Вевсиады должны быть где-то рядом, или, по крайней мере, находиться недалеко друг от друга. То поселение, вернее, та груда камней, которая сейчас выдается за Вевсаиду, находится не в Галии, а в соседней области по другую сторону реки Иордана. Вот названия, под которыми они существовали в древние времена, Кану и Вевсаида, существуют и сейчас рядом во Франции, бывшей Галии. Недалеко, западнее от города Амьен, рядом с побережьем находится территория Бессен и город Кан. Название Бессен, написанное на французском языке, практически совпадает с Вевсаидой. Сразу же становится понятно, почему Нафанаил одновременно был жителем Вевсаиды и уроженцем Кана. Важно отметить, что эти оба города существовали в ту древнюю эпоху. В подтверждение этой гипотезы нужно принять во внимание факт того, что в Писании четко указывается Кана Галилейская, в то время как Негалилейская находится на юге Франции и известна как столица всемирно известного Каннского кинофестиваля. Вот что говорится в Евангелии от Луки о местах, где Иисус родился и вырос. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись населения по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квериния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был из рода Давидова и шел записаться вместе со своей женой Марией, которая была беременна. Когда же они были, там наступило время родить ей. Она взяла своего сына, испеленала его и положила в ясли, ибо не было им места в гостинице. Тут речь идет о двух городах Вифлеем и Назарете. Вифлеем, традиционно Байт-Лахаим, находится южнее северного Иерусалима. Назаретом считается город Насрат или Эль-Насира на севере Израиля. Археологи считают, что в те времена это мог быть совершенно небольшой хуторок, в котором проживало не более 25 семей. И тот ли это Назарет, о котором говорит известную фразу Нафанаил, что, мол, разве может быть что-нибудь хорошее из Назарета? Но, вероятнее всего, конечно же, речь идет опять-таки о городе на северо-западе Галлии, современной Франции, Сен-Назер, история которого, признается самими французами, весьма затуманенной. Рядом с Сен-Назером, который ранее назывался просто Назер, на полуострове Британь находится город Киберон или Кибрен. В городе с созвучным названием Хеврон родился один из родственников Христа Иоанн Креститель. И действительно, города расположены рядом друг с другом. Примечательно, что рядом в той же Галлии находится и город Вифлеем. Это город Белем, расположенный на полпути из Сен-Назера в Париж. Согласно Писании, Иисус проповедовал три года, прежде чем был распят. Глядя на карту Израиля, трудно себе представить, где там можно было проповедовать на протяжении этого времени. Территория Галлии, современной Франции, выглядит в этом аспекте гораздо предпочтительнее. Теперь поговорим о местах, где Иисус совершал свои чудеса. Вот, например, страна Гадаринская. Цитата из Евангелия от Луки. И приплыли в страну Гадаринскую, стоящую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и вживший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус пожелал нечистому духу выйти из тела человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесами пустыня. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они спросили у Иисуса, чтобы не велел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы попросили его, чтобы позволили им войти в них. Он позволил им. «Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо скрутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видевшие все это, побежали и рассказали обо всем в городе и селениях». Часто говоря об этом чуде, указывают на город Гадара, который реально так и не нашли, и который якобы находится юго-восточнее Тивериады. Это более чем странно, поскольку Лука четко указывает на то, что страна Гадаринская находится против Галилеи, а соответственно на противоположном берегу. А откуда в Израиле взялось стадо свиней, которые считаются в иудаизме нечистыми животными? Какое озеро скрутизны сигануло это стадо свиней? Там, около предполагаемой Гадары в Израиле, нет ни озера, ни моря. То есть идет одна накладка за другой. Настоящая Гадара существует под своим именем, до сих пор как раз против Галилеи, на севере Франции. Глядя на карту, мы видим, что отплывая от Бессена или Вевсаиды, мы приплываем на противоположный берег Кустюсены, в Годервиль, кантоник Годервиль, город Гадар, в Стренегадаринской. С древних времен эта земля знаменита своими стадами и культурой развинения свиней. И берег у моря крутой и обрывистый, с которого можно сигануть вниз, и на противоположном берегу находится Галлия. В Евангелии от Матвея также указан подобный эпизод. Только Иисус приплыл на другой берег землю Гергесинскую и встретили его две бесноватые, которые жили в гробах. И история дальше повторяется. Израильские историки и археологи пытаются определить местонахождение земли Гергесинской в центре Израиля, вдали от водоемов в так называемом Десятиградии. Хотя городами назвать этой грудой камней совершенно невозможно. Глядя на карте на тот же север Франции, мы без труда определим эту местность. Если предположить, что Иисус отплыл из того же Бессена или Вевсаиды, то чтобы попасть на другой берег, в страну Гергесинскую, ему нужно на лодке из Северной Галлии плыть на запад на одну из старинных римских стоянок, остров Джерси, он же Гераса. Это и есть страна Герасинская, которую бесперспективно ищут в Центральном Израиле, в Десятиградии. Кстати, согласно Писанию, во время этого плавания Иисус со своими учениками попадает в огромную бурю. Когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и на море сделалось великое волнение, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем! А он говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом он встал и запретил дуть ветрам и волноваться морю, и установилась великая тишина. Люди удивлялись, говорили, кто же это такой, что и ветра, и море повернул вспять? Историки считают, что описывается шторм в Теревиадском озере или море, на арабском Бухайрат-Табария, которое расположено на северо-востоке Израиля и на юго-западе Сирии. На самом деле это не совсем озеро, а практически огромная лужа, в котором шторма с дикими волнами и ветрами в принципе невозможны со времен творения. В то же время, если мы посмотрим на средневековые карты, то увидим, что пролив, который сейчас называется Ла-Маншем, ранее назывался Гальским морем, в котором находится настоящая Гераса и страна Герасинская, или современный остров Джерси. Вот тут-то и бывают сильные шторма, волны, ветра и бури. Именно одну из таких бурь и усмирил Иисус, что и было признано одним из чудес. Также одним из значимых чудес Иисуса было воскрешение на четвертый день из мертвых Лазаря. Произошло это событие в селении Вифиания, Бейт-Ания, которое в Израиле давно не могут найти. Предполагается, что оно находится неподалеку от Иерусалима. Но на чем основано это предположение, совершенно непонятно. В Евангелии от Иоанна сказано о воскрешении Лазаря четвертодневного Вифиании. И о Иерусалиме поблизости там вообще не упоминается. На самом деле, это селение находится там, где оно и находилось множество веков назад, на севере Галии Франции. Это город Бетюн, французское название которого по-русски можно предсчитать как Вифиания. Важно, что сам Лазарь похоронен недалеко в соборе города Отен. Известно, что Лазарь со своими сестрами Марии и Марфой перебрался после воскрешения на юг, где и стал первым епископом Марселя. Собор Отен в Бургундии, где похоронен Лазарь, называется Собор Святого Назария, Сен-Назар. В Евангелии от Матвея сказано, «Тогда начал он укорять города, которые наиболее явлено были силы его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Харасин! Горе тебе, Вевсаида! Я говорю так, что если бы чудеса, которые я совершил в вас, произошли в Тире и Сидоне, то их жители бы давно уже покаялись и надели в лосяницы, посыпая свои волосы пеплом. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергшийся, ибо если бы в Содом были явлены силы, явленные в тебе, то он оставался бы и до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». Давайте теперь ответим на вопрос, как можно было идти в Тир и Сидон через Десятиградник к Галилейскому морю. Посмотрим на карту Галлии Франции. В самом центре Франции находятся два города Тур и Сидон. Выйдя из них и идя на северо-восток, вы попадаете в Декаполис, Десятиградник, союз эльзатских городов. Это 10 реальных городов, а не 10 мифических селений, которые пытаются придумать на территории Израиля. Так вот, пройдя сквозь этот Декаполис и двигаясь строго на север, вы попадаете как раз к Галльскому морю. Все строго в соответствии с Евангелием. Упомянутые в цитате из Евангелия от Матфея города Харасин, Содом и Капернаум на Ближнем Востоке так и не найдены. Скорее всего, Харасин – это город в Галлии Франции Керси, который по-окситански назывался Харасин. Под именем Содом, скорее всего, фигурирует Седан на северо-востоке Галлии Франции. Чуть северно от него находится город Сент-Омер, ранее называвшийся Омер. Учитывая придыхательный характер произношения первой согласной, то мы попросту имеем дело с городом Гамора, Омер. Подтверждением этого предположения является факт того, что рядом находится Лотарингия, земля Лота, который, покидая эти нагрешившие города, оказался там единым праведником. Гораздо сложнее на территории Галлии Франции с локализацией города Капернаум. Одним из известнейших сортов винограда на этих землях является сорт Каберне. Его этимология очень туманна, и, возможно, она связана с евангельскими событиями. Если мы примем, что область Каберне и есть тот самый Капернаум, то тогда все сходится. Теперь, друзья, давайте вернемся к началу нашего повествования, где упоминается сюжет из Евангелия от Луки, в котором сказано, что, идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. Но на карте Галлии Франции мы обратили внимание на то, что, вероятнее всего, идет речь о Париже, а не о Иерусалиме. Посмотрим теперь на жителей этого города. Парисии — это название народности, проживающей в районе Парижа. В лингистике, как мы уже упоминали ранее, буквы П и Ф взаимозаменяемые, поэтому несложно заметить, что это самоназвание идентично фарисеям. Гора Голгофа якобы локализована на Ближнем Востоке, хотя еще в XIX веке не все было так однозначно. А в Париже, если мы его ассоциируем с Иерусалимом, есть гора Голгофа, которая сейчас называется Монмартр — гора мучеников. Эта гора как раз находится за пределами города, и весьма символично, что ее вершину венчает собор XIX века Сакрикер — базилика Святого Сердца, то есть Храм Христова. Известно, что в 1534 году именно на горе Монмартр возникло первое тайное общество иезуитов. Игнатио Лопес, известный как Игнатио Лойола, вместе со своими товарищами дали на этой горе определенные обеты, и именно на этой горе было создано общество Иисуса. Кроме Сакрикер, на Морматре есть старинный небольшой храм Святого Петра, который когда-то являлся частью аббатства. И в Средневековье сюда стекалось множество паломников, в том числе и коронованных особ. Именно в этом древнем храме Лойола вместе со своими товарищами создали общество иезуитов. Соседний с Морматром холм называется Бютшамон, что означает в переводе «Лысая гора». Чтобы понять, какой из холмов Морматр или Бютшамон мог быть Голгофой, перенесемся еще на несколько веков вперед. В конце XIX века иезуит, французский кардинал Гибер, при котором строился Сакрикер, сказал «Вот оно, то место мученическое, где должно править Святому Сердцу, где оно может непрестанно взывать к нему у подножия холма, где родилось христианство, родилось среди нас, в крови наших первых апостолов, должен быть возвиден храм нашему религиозному пробуждению». Сказано предельно понятно. Всем известно, что один из посчитаемых соборов Богородицы также находится в Париже и называется Notre-Dame de Paris или Собор Парижской Богоматери. В этом соборе сохранена одна из самых главных святынь, а именно терновый венец Спасителя. И любопытно, что до XVIII века здание этого собора украшали 28 статуй не французских королей, а царей в Древней Иудеи. То, что осталось от этих статуей, сейчас находится в музее Средневековья Клюни в центре Парижа. Все народы стараются увековечить своих правителей. Тот факт, что французы увековечили царей Иудеи, говорит о том, что это и были их цари. Также в XII веке в Париже появилось кладбище с очень интересным и неординарным названием, «Кладбище невинно убиенных царем Иродом младенцев», на котором изначально хоронили только младенцев. Оно разрослось до небывалых размеров, название сократилось до «Кладбище невинных» и в начале XVIII века его закрыли. Никаких подобных кладбищ на территории Ближнего Востока нет. Еще один интересный момент. Когда читают Евангелие, то как бы не замечают, что в храме были менялы. Что же они там делали? В Париже есть улица храма, на которой в свое время стоял храм Соломона. А рыцарями храма были те самые тамплиеры, официально называвшиеся рыцари храма Соломона. Центральный же офис тамплиеров был в Париже, и их история завершается тоже в Париже. С казнью Жака де Моле в самом начале XIV века. Известно, что именно тамплиеры создали то, что сейчас называется банковским делом. То есть тамплиеры фактически и есть те самые евангельские менялы. Примечательно, что одна из башен офиса тамплиеров называлась башней Цезаря. Возвращаясь к Лазарю, которого воскресил Иисус, отметим, что он был поставлен епископом в некий китайский град. Считается, что это было в Кипре, в Ларнаке. Но если посмотреть на карту современного Парижа, то можно увидеть, что центр, а именно остров, называется Сите. Что то же самое, что и английский сити. Московский Китай-город, московский Китай-город, еврейское гетто или испанское Чита. Это все родственные и однокоренные слова. Хорошо известно, что остров Сите всегда называли еврейским, жидовским островом. Видимо, именно в этот китайский град был поставлен епископом в Лазаре. Также, согласно Евангелиям, около Парижа должен быть город Эммаус, который упомянут в связи с Христом. В Палестине такого города нет. Но около Парижа есть городок Мо, который по-французски пишется как Маукс. Если прочесть по-русски, то получается Эммаус. В Париже также находятся мощи равноапостольной царицы Елены, матери Константина Великого. Она является одной из самых значимых персон раннего христианства, поскольку она якобы ездила в Иерусалим и привезла оттуда в Галию реликвии страстей христовых. Тут важно обозначить, что для того времени эта история является маловероятной, поскольку в те времена царице Елене в возрасте 80 лет было невозможно совершить такое далекое и опасное путешествие. Поэтому, видимо, Елена ездила всего лишь на небольшое расстояние из Трира в Париж, если мы принимаем его за Иерусалим. Как известно, Елене в поисках реликвии помогал некий человек по имени Иуда Кириак. И это имя вдруг переводится как Иуда Господний. Найти город Кириак на Ближнем Востоке весьма проблематично. А вот в Галии Франции до сих пор есть недалеко от Парижа город Кириамот. Интересно, что единственный святой по имени Кириак родился в Галии и проповедовал в городе Трир, где жила царица Елена. Теперь все опять становится на свои места. Если сравнить гербы города Парижа и герб родины Христа Сен-Назер, то мы увидим практически полную идентичность. И на одном и на другом расположена ладья. Ладья является одним из древнейших символов. И из всех гербов Франции только эти два герба идентичны. Эта геродическая связь указывает на то, что в Сен-Назере начался путь Христа, а в Иерусалиме, в Париже, он закончился. Еще один интересный факт. Как известно, на территории Галии Франции всегда проживало много евреев. Сохранилось множество письменных источников, которые указывают на то, что евреи писали смешанным французско-еврейским языком, который очень похож на старо-французский. Более подробно о языках Галии я рассказывал в первой части данной лекции, а именно в той части, где я говорил о языках народа в Галии. Стоит также поговорить о Понтии и Пилате, который является одной из важнейших пространственно-временных привязок, как в символе веры, так и в Писании в целом. О нем известно немного, а то, что известно, наталкивает на некоторые размышления. Известно, что перед окончанием своего жизненного пути Пилат был сослан в Галию, в город Вьен, где и находится его могила. Согласно апокрифических источников, он то ли скончался, то ли покончил жизнь самоубийством. Рядом с городом Вьен течет река По и часть реки Роны, которая в древности называлась Иридан, то есть Иордан. Жена Пилата, Клавдия Прокола, была родом из Нарбона, который существует на юге Франции и называется Нарбон, и куда в средневековье совершали многочисленные паломничества. Очевидно, что Понтий Пилат сам должен был быть родом из Галии, чтобы встретить Клавдию и хорошо быть знакомым с ее семьей. У Каллигулы была такая традиция. Все, кто ему не нравился, он ссылал в Галию. Из апокрифов известно, что Ирод Антип, который также был упомянут в Евангелии, был отправлен Каллигулой в Галию, где и закончил свою жизнь. Аркелай, еще один сын Ирода Великого, также закончил свою жизнь в Галии. Марию Магдалину никто никуда не посылал. Она сама по преданию приплыла в Галию, где и жила на юге Франции в Провансе, и мощью ее покоится в соборе Сан-Максим. Город Магдала, от которого также может происходить ее имя, находится в Германии, в земле Тюрингии, что недалеко от Галии. Возможно, Иисус изгнал семь бесов как раз из этой Марии, из этой германской Магдалы. Еще одно имя, неупомянутое в канонических Евангелиях, это Лонгин, который пронзил копьем Христа на кресте. Если написать и прочесть его имя по-французски, то получится Лонгин, есть такая современная фирма по изготовлению часов. Деревушка также с таким названием существует и сейчас на востоке Франции. Мощи Иосифа Аримафейского также находятся в Галии, в Бернедиктинском аббатстве Мутье. О его жизни написано достаточно много. Прежде всего, он известен тем, что испросил тело Христа для того, чтобы похоронить его. Также считается, что именно он собрал кровь Христа в чашу святая Грааль. Впервые о церемонии почитания крови Христа, крови Иисуса, упоминается в XIV веке в городе Брюге, который находится в Бельгии, что рядом с Галией. Так вот, об Иосифе Аримафейском пишут, что он прибыл в Галию вместе с ранее упоминаемым Лазарем, четырёхдневным Филиппом, сёстрами Марией и Марфой. Он, впрочем, как и все прибывшие с ним, некоторое время проповедовали на территории Галии. Правда, непонятно, как на арамейском языке они могли проповедовать среди галов, которые, как мы выяснили из первой части, в своей массе в общей употребляли старославянский язык. Если принять то, что Галия их родина, гальский их родной язык, и они не прибывали из Палестины, а всё время находились там, то тогда опять всё становится на свои места. В некоторых апокрифах написано, что Иосиф Аримафейский брал с собой юного Христа в деловую повестку на британские острова Корноул. В те времена такое путешествие было не только опасным, но и невозможным. Возможен только один вариант, когда они плавали на острова из Галии, а не из Палестины. Честная голова Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя, также находится на территории Галии в городе Амьен, бывшей Самаро-Бреге. Также давайте с вами скажем пару слов о дедушке и бабушке Христа. И о Ким и Анна в канонических Евангелиях не упоминаются, но существует масса церковной литературы, где о них есть информация. Любопытно, что мощи святой Анны находятся также на территории Франции в городке Апт. Возникает логичный вопрос, как они могли там оказаться? Ответ очевиден. Анна была родом также из Галии или из сопредельных земель. На западе Франции находится территория Британь, где весьма распространен пульт святой Анны, который известен с 13-14 веков. Согласно древним бретонским легендам, Анна была бретонкой, а Иоаким был из Иерусалима. Они встретились и поженились. В те времена их встреча была просто невозможной. Возможной она могла быть только в том случае, если Иоаким был родом из Парижа, который мы считаем Иерусалимом. Более того, рядом с Британией находятся два города – Кеброн и Сент-Назер. А поскольку Иоаким и Анна были родителями Марии, Матери Христа, то тогда опять все становится на свои места. Вот такой интересный факт, что практически все мощи, упоминаемых в Евангелии, покоятся в Галии, либо совсем рядом. Все паломнические маршруты средневековой Европы проходят также по территории Франции, немного по северу Италии и по северу Испании, где в Сантьяго-де-Компостелло находится могила святого Иакова. Также одними из известных мест паломничества со средних веков были Париж и холм Марматор, город Апт, Нарбон, Леон, он же древний Лугдунум. Теперь поговорим с вами о реликвиях, связанных с евангельскими событиями. Важен вопрос о том, когда в средневековой Европе появились все эти реликвии. О туринской плащанице написано и сказано немало. Более того, был проведен ее радиоуглеродный анализ. Известно, что плащаница всплывает в истории только в середине XIV века, на территории нынешней Франции, в семье, связанной с тамплиерами, и вся прежняя история является мифической. Три радиоуглеродных исследования дают примерные датировки – XI, XII и XIII век. Совокупность фактов подтверждает теорию новой хронологии академиков Носовского и Фоменко, согласно которой евангельские события происходили в конце XI – начале XII веков, или, возможно, в начале XIII века. Многие считают, что плащаница поддельная, но если принять, что события происходили в XII-XIII веках, то она является настоящей. Также важен факт того, что технология плетения, изготовления ткани, плащаницы, соответствует технологии XII-XIII веков, а не началу нашей эры. В 2006 году также был произведен радиоуглеродный анализ с еще одной реликвии, связанной со страстями Христовыми. Титло с надписью «Иисус Христос, царь иудейский», которое было прибито над Христом, впервые было найдено в XVI веке и хранится в Риме. Исследование таблички показало датировку конец XI – начало XII века. Стоит сказать, что практически все реликвии, связанные со страстями Христовыми, всплывают в средневековой Европе в конце XIII – начало XIV века. По всей Европе также находится множество частей креста, на котором был распят Иисус. И самая большая часть креста всплыла также в XIV веке, в 1361 году, в Испании, где она находится и до сих пор. Вместе с Иисусом также казнят двух разбойников – Дисмоса и Гестаса, имена которых явно не кошерного происхождения и, скорее всего, являются греческими, хотя этимологически их трактовка неизвестна. В арабских источниках их также называют Тит и Думах. Если вспомнить, что Думах был благоразумным, то его имя можно трактовать по-славянски как «Думающий». А Гестас, враждебно настроенный к Иисусу, мог быть просто гостем или врагом, что в те времена было словами-синонимами. Согласно традиционной трактовке, помилованный разбойник Вар-Раван мог быть сыном Равина. Тогда становится понятным, почему сына Равина не казнили и отпустили перед самой Пасхой. Но его имя можно также этимологизировать по-другому, как «Варвар», что значит «Чужак». Еще одна реликвия «Железная корона Ломбардии» известна тем, что была изготовлена из одного гвоздя, которым был прибит к кресту Иисус. Первое упоминание о ней появляется в 1311 году в Италии, что рядом с Галией, где она и хранится до сегодня. Кровь Спасителя, которая была собрана Иосифом Арифейским, хранится в ампуле, в брюге, и первое упоминание о ней датируется 1311 годом. Одна из самых интересных реликвий, копье судьбы, копье Лонгина, которым якобы мечтал завладеть Гитлер, появляется в нормально датируемом источнике в XIII веке. Император Карл IV приказал в средине XIV века в 1354 году сделать надпись на этом копье, которая подтверждает его идентичность. Есть еще святой потир, который часто смешивают со святым Граалем, но потир — это чаша, из которой пил Иисус во время Тайной вечери. Находится потир святой в Испании, в Валенсии, и первое упоминание о нем появляется лишь в 1399 году. В Германии, в городе Ахен, находятся три колбы, в которых находятся такие святыни, как платье Дева Марии, севальники Христа, его повязка, и саван Иоанна Крестителя. Впервые они были продемонстрированы в 1349 году, и есть некоторые свидетельства о том, что они прибыли в Ахен из Чехии, из Праги. По крайней мере, реликварий для этих святын был изготовлен в Праге в средине XIV века. Существует также легенда, согласно которой реликвии попали в Ахен благодаря Шарлеманю, Карлу Великому в кавычках. Считается, что основная часть тернового венца находится в соборе Парижской Богоматери во Франции, и прибыл он туда якобы из Византии. Сударь из Авьеда – это платок, который накидывается на голову умершего, находится в городе Авьеда в Испании. Первое упоминание о нем появляется в XIII веке в документе, который якобы был копией документа XI века. Исследовательница истории этого платка, Дженис Беннет, рассказывала, что зафиксирована история, когда в средине XIV века один из испанских королей захотел посмотреть на эту реликвию, но ему ее не показали. Впервые же реликвия была явлена публике лишь в средине XVI века, а именно в 1547 году. Дева Мария якобы соткала одежду для маленького Христа, которая росла вместе с ним. На эту реликвию, хитон Христа, претендуют два города – германский Трир и французский Аржентей. Эти два города – гальские. Причем в Трире хитон показали только в 1513 году. Обе стороны в итоге договорились о том, что оба хитона подлинные. Только один не швенный, а другой обыкновенный. В Кёльнском соборе находится рака с мощами волхвов, которые установили там в 1322 году. Мощи Святой Марии и Магдалины находятся во Франции, в Провансе. Появляются они там в конце XIII века, а паломничество начинается в начале XIV века. Подытоживая, можем констатировать, что все мощи, события и реликвии находятся на довольно-таки компактной территории Галии и сопредельных землях – Германии, Бельгии, Испании, которые в древности, как мы уже говорили, входили в состав той древней Галии. Так вот, если взглянуть на карту Европы, то можно увидеть целый гальский пояс. Он начинается в Португалии, порт у Галии, далее плавно перетекает на севере Испании в Галисию, далее идет просто Галлия, Франция, после идет Гильветика, Швейцария. Частично этот пояс захватывает север Италии, часть Германии с Гольштынией и городом Галле, Халле. Далее идет огромнейшая территория Галиции, которая частично попадает на территорию современных Австрии, Польши, Венгрии, Словакии, Украины и даже России. В севернее есть Латгалия со столицей XII века Арья Гала или Арья Гола. На юге в Турции есть Галатия и на Ближнем Востоке есть небольшая Галилея. То есть мы совершенно четко видим пояс, который неразрывно идет сквозь всю Европу, с запада Европы на восток и юг. В этом поясе жили кельты, галы, германцы, готы, аланы, что, как мы уже говорили в первой части, тождественное слово «славяне». То, что большая часть Европы, в том числе и центральная ее часть, была славянской, ни для кого не является секретом. Об этом же писал в 1601 году рагузский епископ Маура Арбини в своей книге «Царство славян». Все топонимы и гидронимы Европы имеют исключительно славянское происхождение, а топонимы и гидронимы, как известно, являются самоистойчивой словоформой. Как было сказано в первой части видео, в эпоху правления царей русов Мировича и Мировингов с V по VIII век на территории Гали употреблялся язык славянский и письмо славянское. То есть вся раннесредневековая и среднесредневековая Европа говорила на славянских, близкородственных языках. И поскольку Иисус был галилеянином, то получается, что Он говорил на одном из языков общения, которое сейчас называется славянским языком. В те времена язык, конечно, мог называться по-другому. Например, язык глагола, на котором глаголили или гологолили галы, те же славяне, русы, рутены. Тогда становится и понятным, почему вплоть до XVI века французские короли принимали присягу на Реймском Евангелии, написанном глаголицей. Такие величайшие ученые-исследователи, как академик Левашов и Данилов, считают, что Иисус был волхом ведуном русом и звали его Радомир, радость мира. Все проповеди Христа близки по духу и по смыслу к ведической культуре славяно-русов. Также они указывают на факт того, что, скорее всего, христианство было сформировано из осколков культа Шумера и египетского культа Осириса. Специально как средство всемирного порабощения. В дополнение также напомним, что самые ранее известные тексты Евангелия написаны не на арамейском или на иврите, а на старогреческом или старославянском, глаголицей, и позже переведены на латынь. Также огромное количество ученых и исследователей небезосновательно считают, что Ветхий Завет был написан и сфальсифицирован иудейскими мудрецами и хитрецами уже после Евангелия. В Новом Завете многие послания написаны не теми, от имени которого они подаются. Например, апостол Павел не писал шесть из четырнадцати своих посланий. Скорее всего, послания были написаны либо учениками, либо последователями апостола. И тем не менее, эти тексты считаются каноническими. В Деяниях апостолов также говорится про синагогу либертарианцев, вольноотпущенников. Но слово либертарианцы придумал Кельвин лишь в шестнадцатом веке и заклеймил этим словом секту из города Брюгге, которые потом переместились в город Ним в Галлии. Не может быть секта, синагога вольноотпущенников в первом веке в Брюгге. Она возможна из вольноотпущенников только в шестнадцатом веке. Кстати, это прямо указывает на то, до которого времени продолжалось редактирование текстов Святого Писания. Действительно, Евангелия были написаны апостолами, только события происходили не на Ближнем Востоке, а в центре Европы, в Галлии, и в другое время, на тысячу лет позже общепринятого. Тогда и понятен ареал распространения христианства и почему реликвии и мощи святых оказались в Галлии. Совершенно непонятно, как христианство могло развиваться в Палестине и как плотником мог быть Отец Христа в землях, где практически нет деревьев и отсутствует леса. Более того, в гальской, кельтской традиции есть упоминание о Боге Езус, который был то ли дровосеком, то ли плотником, и который был повешен на дереве. Крестовые походы также дают ответы на многие вопросы. Шли они из Галлии на земли Палестины. Напомним, что папский двор также располагался в Авеньоне, а не только в Риме. Папе приходилось много переезжать с места на место, причем не все горели желанием принимать его на своих землях. Вот именно поэтому и возникла удлиненная и сфабрикованная псевдоистория Ватикана о папах, которые якобы принимали людей в своей резиденции. В первом крестовом походе принимали участие рыцари исключительно из Галлии. С долей большой вероятности можем утверждать о том, что, скорее всего, крестовые походы были спецоперациями того времени, спецоперациями прикрытия по созданию на территории Палестины миража, а не поход в святые места спустя тысячу лет. То есть создавалось для людей впечатление, что все события происходили на землях той далекой Галилеи, а не Галии. Проникновение в реальную историю рыцарских орденов, прежде всего тамплиеров, даст в будущем нам гораздо больше ответов на существующие вопросы. Подводя итоги, отметим, что библейская топонимика находится на территории Галлии и примыкающих сопредельных землях Бельгии, Германии, Северной Италии, Испании и так далее. Именно на территории Галлии, в отличие от других предполагаемых мест, сближаются и апокрифы, и писания. Также становится очевидным, что история, и в первую очередь Западной Европы, ужасно сфальсифицирована и исковеркана Ватиканом. И в основном это делалось руками иезуитов в Европе с конца XIII – начала XVI века. А всемирная сфальсификацией история началась как раз с конца XVI века с введением хронологии Скальгера Петравиуса, которую мы также используем по сей день. Также, как мы уже говорили в конце первой части, иезуиты вместе со своими вечными друзьями и поддельниками иудеями, дружно занимались искалечиванием, путем подлога и замены фонетики, переделыванием старославянских наречий, на котором говорила вся древняя Европа времен Юлия Цезаря и царей русов, мировичей и мировингов, создавая множество никому не нужных европейских языков новоделов. Все это делалось с единой целью, ибо аксиому «разделяй и властуй» еще никто не отменял. Друзья, если вам понравилась данная информация, понравилась наша лекция, просим вас ставить лайки, оставлять ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Вас ожидает еще много интересной и удивительной информации. Также просим по возможности оказывать поддержку в виде донатов нашему каналу. Все необходимые реквизиты находятся в описании под видео. Это все, друзья, поможет продвижению нашего канала и распространению данной полезной информации в сети. Благодарю вас за внимание и до новых встреч, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!